Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вещаю вам из ванной. Хочу вам показать кое-что, что я купила из ухода, ну, там, несколько продуктов, хочу с вами поделиться. И скажу так, этот год у меня начался с такого расхламления, по чуть-чуть начинают там расхламляться одежда, косметика, какой-то уход, повыкидывать все старое, чем не пользуюсь, баночки, скляночки, в общем, не знаю, как-то у меня такое желание все расхламлять, вот, и повыбрасывать все, что не нужно. Поэтому начала там кое-что с одежды, покажу вам в следующем видео, потом уже разобрала свои лаки для ногтей. Если кто-то не знает, потому что я тему лаков как-то и вообще маникюра затрагиваю очень редко, но была коробка целая лаков, вот, и я пользуюсь, как бы, сама делаю дома себе маникюр, потому что меня постоянно в салоне порежут, как бы, и всегда у меня кровь течет. Ну, честно, не было ни одного случая, когда вы меня не порезали, поэтому я не очень сильно это люблю, вот, и я в основном делаю сама. Тем более, я не делаю гелевый маникюр, там, какой-то, не наращиваю ногти, я делаю сама, я люблю стереть, мне может захотеться, либо, там, например, я что-то помою, где-то что-то вытереться, мне уже не нравится, поэтому я перекрасить могу, ну, в общем, как-то так. Завтра я еду в гости, можно так сказать, к девочке Олесе. Я, правда, не знаю, она здесь открыла салон или она как-то арендует, в общем, мы у нее расспросим, если она захочет рассказать, то она расскажет. Она меня пригласила на маникюр, и у нее еще какие-то услуги, посмотрим завтра, все порасспрашиваем, все вам покажу, расскажу. И если мне понравится, конечно же, обязательно поделюсь контактом, и кто поздно не живет, то обязательно, как бы, обращайтесь, я думаю, что своих нужно поддерживать, вот, развиваться, тем более сейчас такое тяжелое время для всех, и морально, и материально, и вообще, и, в общем, со всех сторон, так что нужно находить какие-то позитивные моменты. Завтра еду в гости, можно так сказать, и покажу вам, расскажу, если мне понравится. Ну, я думаю, что мне понравится. Вот, а сейчас давайте покажу вам, что я купила из ухода, вот, и что я там расхламила, и что у меня в итоге осталось совсем немножко лаков. Покажу вам сразу, какой у меня сейчас маникюр, это, скажем так, к недельной давности, ну, уже, конечно, не совсем свежий, но было желание вот таким каким-то серо-зеленым накрасить. В общем, и, кстати, скажу вам, что я не сильно такую длину люблю, скажем так, это длинные для меня ногти, поэтому завтра я хочу, чтобы мне укоротили длину, в общем, и посмотрим, видите, какой палец кривой, кстати, это уже давно. Так, ладно, показываю вам, что я купила из ухода, сейчас пользуюсь вот таким вот кремом. Я уже покупала, если помните, крема от Янда, это, значит, на Добраноц, а это на День Добрый, так что на утро и на день, это на Скирем, значит, сила, гиалуроновой кислоты, вот, такие вот, фирма Янда. Очень хорошая крема, мне понравилась, я уже брала, по-моему, с коллагеном брала, какой-то лифтинг и вроде даже что-то еще брала, в общем, наверное, это третий раз, вот сейчас гиалуроновой кислотой. Дальше купила вот такие вот коллагеновые масочки под глаза, вот, завтра надо будет с утра, корейские, по-моему, тут их, по-моему, 30 штук, увлажнение, подсвечивание и укрепление. Вот такие вот, ну, конечно, может, формат не очень удобный здесь, хотя здесь на зипе закрывается, но, тем не менее, мне кажется, не будет сильно хорошо держаться, да, возможно, переложу, может быть, какую-то баночку, чтобы можно было закрыть, и они не высохли. И купила себе вот такой вот карандашик, тоже покажу вам расхламление косметики, вот, и потому что кое-что тоже хочу просто повыбрасывать, даже не жалею, короче, потому что там и кисточки уже повыбрасывала некоторые, вот такой вот карандаш от Evelyn, очень классный, это с той же серии, что у меня есть помада. Так, все сфокусируется. В общем, короче, это у нас варьете, не знаю, тут, наверное, не сфокусируется. Карандашик варьете, вот такой вот, он такой карамельный, я бы сказала. Очень нравится, неплохо, кстати, держится. Вот такой вот цвет, сейчас покажу. Вот так вот выглядит цвет, такой красно-коричневый, ну, не знаю, мне идет, и тем более под ту помаду, которая у меня есть, то очень даже подходит. Вот, и вообще, очень классный карандаш, Evelyn, вообще супер, мне очень понравилось, надо расслабить все свои карандаши и потихонечку обновить все карандаши, которыми именно пользуюсь, все старое повыбрасывать. Ну, и теперь приступим к лакам. Вот такая вот у меня здесь коробка с лаками. Так, и покажу вам, что здесь находится. Вот такая вот самая обычная жидкость, мне нравится сейчас, вот, которые с помпами. Вот, наборчик когда-то дарили мне на выставке от Peggy Sage. А если честно, все новое, ну, можно сказать, что не пользуюсь, такой больше дорожный вариант. Ну, классно с собой взять. Мой незаменимый от Evelyn против удаления кутикулы. Вот такая вот штука. Саликансен, если честно, до конца не поняла, хотя люблю Саликансен, вы знаете, что. Ну, я считаю, со своей продукцией я ее в свое время продавала. Вот, и это американская фирма, мне очень нравится. Но, если честно, вот этой штуки не поняла. Она типа масло, какое-то увлажнение для кутикулы с кисточкой. Ну, что-то мне не очень нравится эффект такой липкости. Вот так вот называется. Это обрабатывать эти самые, всякие вот эти наши принадлежности, да, пилочки. Ножницы у меня здесь лежат. Здесь вот такая вот, вот такая пилка, например. Вот такая вот у меня есть красивая пилочка. Вот такая вот пилочка тоже новая. Здесь что? Ну, вот эта штука. Ватные диски. Вот такой прибор маникюрный, то есть, с всякими насадками. Надо поменять батарейки. Он тоже неплохой. Ну, и вот буквально чуть-чуть лаков. Надо бы пополнить коллекцию, потому что коробка была полностью из лаков. Это все практически, ну, может не полностью, но... Такую приблизительно кучу я и выкинула, может быть, больше даже. Не могла, не смогла выкинуть вот этот Салихансен Экстрим. Очень красивый красный цвет. Номер 299. Ну, он... Вот эти лаки еще, ну, как бы, при моей памяти, когда я их продавала, то они такие полупрозрачные. Их нужно, ну, в принципе, все лаки в два слоя нужно. Но они вот такие, вы знаете, какие-то нежные такие. Но они, у них есть плюс. Они, когда вытираются, если сильно жирно не накладывать, там, аккуратно все так наложить, то они, получается, они не обшкрябываются, а вымываются. То есть, цвет такие на кончиках немножко. То есть, ну, и очень аккуратно держится маникюр. Дальше. Колорама тоже неплохие от Maybelline. Вот эти простые их бордовые. У меня вот такой вот оттенок. Вот. Дальше. Вот это, кстати, купила перед Новым Годом. Это лидловская фирма. В Лидле продавались. Я схватила, буквально он стоил 5 злотых, я не знаю. Просто цвет понравился такой именно классический красный. Потому что вот этот вот немножко он с розовинкой все-таки. А этот классический красный. Я его взяла. И вы знаете, я вам скажу, очень классный даже лак. Тем более, с той сушкой, которую я использую, вообще бомба. И не надо, ну, то есть, классный вообще цвет, классный лак по качеству. Не знаю. Классно держится. Супер. Мне понравился неожиданно. Дальше. Салихансен такой вот инстадрай. Мне тоже нравится. Оттенок такой, кстати, похож на карандашевый лань. Такой красно-коричневый карамель. Классный цвет. Потом вот такой вот Салихансен оттенок 428. Винный такой оттенок. Мне тоже очень нравится. Я, конечно, больше потемная. Потом вот этот, который у меня сейчас на ногтях. Вот. Ну, что-то не знаю. Что-то мне хотелось такого. Не скажу, что я фанат прям такого. Ну, мне он понравился. Я взяла такой. Дальше. Белл. Вот такой вот. Телесный какой-то. Потом. Вот это, кстати, цвет очень красивый. Он такой какой-то грязный баклажановый. И не темно-бордовый. И не фиолетовый. Ну, очень мне понравился. Проблематичнее. Вот, я вам скажу честно. Дома, когда делаешь маникюр с вот этими светлыми лаками. Потому что они должны быть, конечно, идеальны. Я вот завтра думаю, какой мне цвет нанести. Потому что я люблю красные. Ну, такие. Я люблю яркие. В принципе, такие либо бордовые. Какие-то либо же темные. И люблю светлые. Но со светлыми постоянно. Ну, как-то, когда сам себе делаешь. Ну, понятно, что чуть-чуть можно неаккуратно накрасить. Поэтому мне вот именно светлые не очень нравится самой использовать. Потому что, мне кажется, светлые вообще должны быть идеально накрашены. Вот. И вот этот цвет очень красивый. Вот такой вот номер. Он такой именно телесный, бежевый. Ну, именно эмаль такая. Ну, классный. Вот. Вот этот вот наборчик. Честно, надо было бы, наверное, выбросить. Это топ. Ну, хотя здесь, в принципе, есть от Салихансен. И вот такой вот тоже. Ну, он такой полупрозрачный вообще молочный лак. Опять же, нужно с ним как бы так поосторожнее. И вот этот вот мне тоже нравится. О, от Салихансен тоже вот этот лак. Он немножко, видите, как бы разница вот такая. Например, с этим. Этот немножко розовее, бледный и такой более телесный. Ну, и что? А, из последних я тоже покупала перед праздниками. Вот такой вот фастель, не знаю, пастель. Вот такой вот серебристый. Ну, если честно, в бутылочке мне понравился больше, чем на ногтях. Ну, неплохо. Ну, и хит программы. Моя любимая сушка. И, в принципе, даже переплюнула Салихансен. Сехе. Вайт или как-то так. Вита. Сех, Вита. Сэйдж. Ну, короче, поправьте меня, если неправильно. В общем, вот такая вот сушка. Уже покупаю. Ну, третий раз, наверное, точно. Мне когда-то подарили здесь, на выставке, подарили мне маленькую миниатюрку. И я вообще просто была в восторге. И действительно, она самая лучшая. После даже двойного нанесения, как бы, лака, этой сушкой ты наносишь, и буквально несколько минут, и ногти сухие. Ну, конечно, надо, самое главное, с лаком не переборщить, чтобы, знаете, не было там в одном месте пусто, а в другом густо. Потом, конечно, может облезть, если сильно, ну, не высохнет быстро. А так, если нормально наносить, то двойное покрытие высыхает вообще идеально. Так что, на самая лучшая сушка рекомендую. Вот. Ну, с лаками, я думаю, тут еще бы некоторые могли пойти в мусорку. Наверное, мы же, возможно, какие-то вот эти, вот этот светлый может быть. В общем, короче, надо будет еще пересмотреть. Вот. Ну, пока вот эта вот такая база у меня есть, темные и светлые. Все как бы. Ну, вот эти мои любимые оттенки, которыми я в основном крашу. Я люблю очень сильно красные. Ну, и такие вот, вот эти вот оттенки мои, такие бордовые, темные. Вот эти вот, например, баклажан. Ну, не знаю, мне нравятся такие оттенки. Ну, и, кстати, вот этот вот колорама, тоже классический бордовый, тоже очень классный. Вот. Рассказала вам, показала. И в следующих видео, я думаю, что тоже будет, как бы, тема продолжаться, расхламление. Расскажите мне в комментариях, начали ли вы какое-то расхламление, и что вообще, как бы, как у вас год начался. Вот. Это будет, наверное, мое первое видео в этом году. Да, это будет первое видео. Так что, ну, я думаю, что на почин будет хорошо. В общем, друзья, всем пока. То есть, пока сегодня, но завтра продолжим, и покажу вам уже непосредственно, как бы, какой я маникюр себе сделаю. Подписывайтесь контактами. Ну, что, всем привет. Вчера была, как я обещала вам, расскажу вам отзыв. Вчера была у Олеси на маникюре. И посмотрите, какой нежный, качественный вообще маникюр она мне сделала. Мне очень понравилось. Я никогда не использовала такое покрытие. Это первый раз, можно сказать. Ну, и идеально сделана кутикула аппаратом. Вот. Для меня это, как бы, вообще, я не знаю, для меня это очень идеально, так как я делаю всегда сама. Понятно, что сам себе, как бы, не сделаешь без аппарата так красиво, как это может сделать мастер. поэтому все идеально. Мне очень нравится. Сегодня целый день была уборка и, в принципе, все хорошо. Единственное, нужно намазать, нанести крем на руки. В общем, я очень вам рекомендую Олесю и ссылочку вам дам под видео. Кто живет в Познании, обязательно обращайтесь. Очень хороший, толковый мастер, очень аккуратная. Все стерильно, инструменты все стерильные. В принципе, как бы, вообще, претензий у меня вообще ни к чему нету. Вот, недавно она работает здесь в Польше, три месяца. Ну, мы вам расскажем в следующем видео. Она еще занимается перманентным макияжем, то есть, делает брови, стрелочку и межресничный ряд. Вот, так что, ну, как бы, этим она занимается уже давно. Это не то, что она только выучилась, она и в Украине этим занималась. Вот, и здесь в Польше хочет раздеваться, заниматься, поэтому, если кто-то, как бы, пользуется такими услугами, услугами перманентного макияжа, либо же маникюр, обязательно обращайтесь. Действительно, очень хороший, толковый мастер. Все вам расскажет, покажет и сделает все красиво и идеально, как и сделал мне вот такой вот суперский маникюр. Вообще, мне очень понравилось. Вот это вот такое покрытие база, такая вот, видите, она такая серая, может быть, фиолетовая, что ли, какой-то такой потон. Можно было сделать какой-то молочный, но я больше люблю холодные оттенки. Мне кажется, что они мне больше идут. И вот такой вот у меня получился маникюр. Можно было покрыть вот это все лаком, но я оставила так. очень нравится. Очень нежно, очень качественно. Просто, ну, как бы, у меня нет слов, честно. У меня не к чему придраться. И очень рекомендую. Ссылочку оставлю под этим видео. поэтому, если вы живете в Познане и хотите посетить мастера, хорошего мастера по перманенту и сделать себе маникюр, то обязательно воспользуйтесь. Конечно же, будет для вас скидочка для моих подписчиков, для тех людей, которые как бы пойдут колесить, делать маникюр либо перманентный макияж. Обязательно то есть говорите, что вы от меня и будет для вас скидочка обязательно. Так что очень качественно, очень-очень рекомендую. Как видите, вблизи вообще не к чему придраться. Ну, как бы фотоаппарат, камера очень может близко все показать. Никаких порезов и ничего. Все очень, очень все шикарно. Обращайтесь. Нужно поддерживать своих в развитии в это нелегкое время. Поэтому пожалуйста, если кто-то пользуется услугами мастера по маникюру, я очень вам рекомендую.